2021 год для членов ОНК, несмотря на пандемию, прошел достаточно активно. Представители наблюдательной комиссии, куда входят представители различных профессий, отметили, что мордовские колонии и следственные изоляторы посещали более сотни раз. Проверяли в основном условия содержания заключенных и подследственных, но критических нарушений не нашли. Правозащитники и общественные наблюдатели также разбирали жалобы осужденных. В основном они касались наложения дисциплинарных взысканий, системы поощрения и условно-досрочного освобождения. Комиссия уверяет, что на все сигналы реагировала оперативно и была объективно, и принимая то или иное решение. В этом году в СИЗО номер один в Саранске исправили еще один существенный недочет. Дали возможность несовершеннолетним обвиняемым получить доступ к дистанционному обучению, отметил генерал мордовского управления в СИН Леонид Мустайкин. Таким образом, подростки, изолированные на время следствия и суда от общества, могут проходить школьную программу. Для этого в классе библиотека информационно-образовательных ресурсов у меня установлен компьютер с программным обеспечением «Луч-студент», предусматривающий курс дистанционного обучения оффлайн для освоенной школьной программы в рамках самообразования. Да, если вы помните, два года назад на вами, членами общественного совета и общественной наблюдательной комиссии при поддержке уполномоченного по правам ребенка Юткиной, был остро поднят вот этот вопрос. Сегодня нас услышали в федеральном центре, и готовятся изменения в законодательстве, которым будет предусмотрено нормальное получение среднего образования несовершеннолетних и находящихся в местах лишения свободы. На заседании также отметили, что в Мордовии необходимо создать полноценный исправительный центр. Поскольку все чаще за мелкие преступления суд приговаривает обвиняемого человека лишь только к исправительным работам. Пока в Мордовском добровлаге существует только один участок, но уже в 2022 году откроют еще два на базе промышленных предприятий республики «Романданово сахар» и «Вышинский деревоперерабатывающий комбинат». Кроме этого, члены ОНК и представители ФСИН Мордовии поблагодарили региональных журналистов за репортажи и статьи, которые помогают совершенствовать работу самого управления и комиссии. Выпуск авторской программы Юлии Литвиновой «Окропленное братство» о квалификационных испытаниях на правоношение крапового мерета среди бойцов спецподразделений страны, отметил генерал ведомства. Он вручил журналисту и телеоператора телеканала НТМ специальные дипломы.